Конфликт между Национальным природным парком Дворечанским и охотхозяйством Бирюк тянется уже несколько лет. Два месяца назад он переместился со спорных угодий в зал хозяйственного суда Харьковской области. Представители ДП Бирюк подали иск на нацпарк, в котором потребовали прекратить действия, которые якобы мешают хозяйственной деятельности и нарушают права предприятия. Главным яблоком раздора между экологами и охотниками стало урочище Заливное. Приблизительно полтысячи гектаров вошли в состав Дворечанского без изъятия из землепользования. И там, заверяют в нацпарке, представителей ДП Бирюк ловили на нарушении природоохранного законодательства, отстрели косули и вырубки леса. Четко не разграничены до сих пор и территории между парком и охотхозяйством. Согласно того картографического материала, который у нас есть в проекте создания, мы на этих границах устанавливали информационные и охранные знаки, которые утверждены соответствующей постановой Кабинета Министра Украины, которые имеют определенный вид. И в общем-то в данном судебном заседании ДП Бирюк ссылался, что мы их незаконно устанавливали. Хотя я же говорю, у нас есть все полномочия и это дело. То есть регулярно их ломали, регулярно их уничтожали. Представители Дворичанского парка подали ответный иск. Мы, Национальный природный парк Дворичанский, просят признать недействительным договор о порядке пользования охотчими угодьями от 9 января 2008 года в связи с тем, что из действий дочернего предприятия Бирюк следует то, что это предприятие при заключении договора и не собиралось выполнять те функции, которые возложены на охотничье хозяйство, а именно охрана животных и кормежка. Согласно этому договору, областное управление лесного и охотничьего хозяйства семь лет назад передало в пользование ДП Бирюк новые угодья, в результате чего охотхозяйство разрослось до нынешних 30 тысяч гектаров. В качестве третьего лица на стороне управления привлекли и представителей Харьковского облсовета, чтобы доказать, что договор законный. Национальный природный парк вообще ставит под сомнение действие этого договора про пользование охот угодьями. Мы сейчас не говорим о землях, не о том, что у кого-то кто-то хочет что-то забрать, либо хочет кому-то что-то дать. Нет, мы говорим сейчас здесь в рамках, то есть, почему областной совет, да, соблюдение закона в рамках действующего законодательства. То есть, есть действующий договор, которому больше семи лет, да, а сейчас говорят, национальный природный парк, что этот договор недействителен и что он фиктивный договор. Поддержать дворечанский сегодня собралось и несколько десятков активистов с экологическим ремейком французского «Я Шарли, я байбак» в руках и тематическим гримом на лице. Такими методами, говорят, хотели привлечь внимание к незаконному отстрелу краснокнижных животных. Байбак против берегов. В прошлое судебное заседание было вызывающее высказывание со стороны охотников на вопрос о том, куда в их учетности с трех тысяч байбаков численно снизилась до одной тысячи. Они ответили, от байбаков не было писем, от байбаков не было никаких заявлений. Вот я тот самый байбак, который заговорит. Это самый большой лес на территории дворечанского района, естественно, Нагорная Дубрава, там ценная флора и фауна, многие охраняемые виды. На опушке этой дубравы селятся бирюки, но селятся байбаки, все время оговорились. Созвучное название бирюки, на своем сайте предлагают на них охотиться. Байбак – это охраняемый вид, занесенный на территорию Красной книги. Судебное заседание сегодня не состоялось. Представитель охотхозяйства сегодня не смог явиться и обратился с заявлением о переносе слушания дела. В следующий раз представители дворечанского и бирюка в суде должны встретиться 4 сентября. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости.